На вятке свои порядки. С таким лозунгом кировские дольщики выступили в Москве. Дольщица из Слободы Новая Сергеева Татьяна Широкова устроила одиночные пикеты в столице. Она с баннерами в руках стояла на улицах города и даже на Красной площади. Отмечу Татьяна, представитель делегации участников долевого строительства в Кировской области, которые посетили на прошлой неделе Госдуму. 26 января там прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы обманутых дольщиков. В нем приняли участие представители 27 регионов. Наши делегаты отметили, что в Кировской области порядка 50 проблемных домов, но лишь 8 из них признаны долгостроями официально. Дольщики призвали на встречу ускорить принятие подзаконных актов, которые позволяют усилить контроль над проблемными объектами, а также принять государственную целевую программу по завершению строительства долгостроев. К слову, в мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев, и он был единственным из глав регионов, кто лично прибыл на встречу. Основной постулат, который я там произнес, меня поддержали о том, что, к сожалению, к великому, жизнь устроена так, что власти, да и, собственно говоря, пострадавшие граждане находятся в правовом поле, а вот те, назовем это слово, жулики, которые попадаются среди застройщиков, они не обременяют себя исполнением закона, и в этом основная трудность. Но мы стараемся как можно быстрее принимать законы, которые позволят, я надеюсь, уже там в течение короткого времени эти проблемы в Кировской области решить. Игорь Владимирович Васильев, он заявил о том, что взаимодействие с дочками должно быть улицей с двусторонним движением, и призвал нас к диалогу. Но сам в очередной раз он не захотел нас слушать, и уже через час, после начала мероприятия, он покинул круглый стол. Мы имеем право требовать и не просить, и хвалить за выполнение своих прямых обязанностей региональной власти мы тоже не должны. Вот мое мнение такое. Мое мнение такое.